Вода – это жизнь. И в последнее время человечество все чаще задумывается о ценности этого ресурса, но ученые предупреждают – в течение следующего столетия доступность питьевой воды значительно уменьшится. Одной из целей устойчивого развития определенных организаций объединенных наций является обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех. В последнее время стали заметны влияния изменения климата на водные объекты. Изменилось внутригодовое распределение стока, зимы стали малоснежными, а лето – более засушливым. Паводки половодья, без которых сложно представить полесье, стали нечастыми в наших краях. Снижается уровень воды в водных объектах летом. Потому становится заметно влияние сбрасываемых сточных вод на состояние рек и озер. Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраной окружающей среды осуществляется государственное управление в области природных ресурсов на территории Брестской области. Водные ресурсы являются национальным достоянием. В связи с этим правительством Республики Беларусь утверждена концепция управления водными ресурсами до 2030 года. В которой предусмотрены основные задачи – это обеспечение полной очистки сточных вод, предотвращение загрязнения вод. Все мы знаем, что состояние водных ресурсов влияет на климат и, соответственно, и на здоровье людей. Поэтому одна из наших главных задач – это научиться управлять водными ресурсами и обеспечить стратегию управления данным ресурсом. Что же собой представляют водные объекты Брещины? На территории нашей области более трех тысяч рек и озер. В среднем из окружающей среды изымается более 250 миллионов метров кубической воды. При этом на подземные воды приходится более 55%, а на поверхностные – 45%. Если по Республике большая часть воды используется на хозяйственные питьевые нужды, то в Брестской области основным потребителем воды является сельское хозяйство. На его долю приходится более 59% от общего объема используемой воды. Для хозяйственно-питьевых нужд используются исключительно подземные воды. Наиболее крупные потребители воды – такие предприятия, как опытный рыбхоз «Селец», «Гранит», «Брестводоканал». На территории Брестской области около 5000 водозаборных скважин, при помощи которых добывается подземная вода. Основная часть скважин находится на балансе предприятий жилищно-коммунального хозяйства и сельского хозяйства. Водоснабжение города Бреста осуществляется пятью водозаборами. На данный момент мы присутствуем на первой скважине водозабора «Северный». Глубина скважины составляет 207 метров. В скважину устанавливается погружной насос, который уже непосредственно воду, добытую со скважины, подает на сам водозабор, где она проходит очистку до значений, установленных санитарными правилами и нормами. И дальше насосами второго подъема подается непосредственно потребителям. При эксплуатации скважин важно обеспечить герметичность оборудования, чтобы не допустить поступления загрязнений в подземные воды. Скважина находится в особой зоне санитарной охраны. За территорией, огороженной железобетонным забором, ведется наблюдение. К слову, все работы можно контролировать и на расстоянии. Центр управления всеми процессами на водозаборе находится за сотни метров от скважины. Мы находимся в диспетчерской водозаборе Северном. На данном экране мы видим наши скважины работающие. Машинист может контролировать подачу насоса, ток насоса. Затем вода у нас насосами первого подъема подается в станцию обезжелезивания. Также мы здесь видим уровень воды на фильтрах, он поддерживается постоянный. Уровень воды в РЧВ и также насосное оборудование второго подъема. При необходимости диспетчер принимает решение, он может выключить скважину в резерв, либо включить, перейти с сетевого насоса одного насоса на другой. Непосредственно отсюда машинист может управлять всеми технологическими процессами, которые происходят на данном водозаборе. Вот таким образом вода из глубин земли под пристальным наблюдением сотрудников станции проходит все этапы очистки, чтобы попасть в наши квартиры. Путь сложный, но надежный. Ежедневно на выходе вода проходит строгий контроль. Проектная мощность водозабора 7900 метров кубических в сутки. На данный момент водозабор загружен на 80%, так как нет такой необходимости водопотребления. При необходимости мы можем работать на 100%. Благодаря многолетним режимным наблюдениям мы можем делать выводы, что подземные воды наши не истощаются. В целом запасы поверхностных и подземных вод достаточны для того, чтобы удовлетворить потребности населения и отрасли экономики не только сегодня, но и на перспективу. В настоящее время добывается около 50% от объема разведанных запасов. Но это не повод расслабляться. Для того, чтобы уменьшить объемы воды, изымаемой из окружающей среды, на предприятиях внедряются системы оборотного и повторного водоснабжения. Это когда вода в производственных процессах используется многократно. В Брестской области в системах оборотного и повторного водоснабжения используется более 500 миллионов кубометров. То есть это тот объем воды, который мог быть изъят из природной среды. Наиболее крупные системы оборотного водоснабжения применяются на предприятиях энергетики, а также на предприятиях пищевой промышленности. Как пример, Брестская ТЭЦ. Оборудование, которое обеспечивает наш город теплом и горячей водой, требует постоянного охлаждения. Раньше для этих целей использовалась вода из Муховца и уже теплая сбрасывалась обратно в реку. Но после реконструкции здесь ввели оборотное водоснабжение. Много воды, которая использовалась на охлаждение, она идет обратно в циркуляционную насосную станцию, где установлены градирни, и по кругу там остывает и сбрасывается назад на оборудование. Только частично дополняется водой. Из тех объемов, которые раньше забиралось из реки Муховец, из них вот теперь около 500 тысяч метров кубических воды мы в год используем для оборотного водоснабжения. А общий забор из реки Муховец составит всего лишь 115 тысяч метров кубических. Из них эта вода, которая забирается, она у нас используется в цикле, очищается, идет на основное оборудование, это котлы, на подпитку тепловых сетей, и частично она назад еще возвращается, вот из 115 еще 30 тысяч кубов назад возвращается, как повторное использование. То есть практически вся вода, которая забирается у нас из реки, все используется внутри ТЭЦ, без сброса. Еще одна интересная деталь – используется даже дождевая вода. На очистные сооружения у нас сбрасываются все ливневые стоки. То есть все, что с крыш собирается, с домов, с дорог, они тоже по ливневой канализации приходят в очистные сооружения, где дополнительно тоже используются, чтобы меньше забор шло из реки. И получается, что стока в реку Буховец мы не допускаем. Использование повторного и оборотного водоснабжения делает наши реки чище. Сточные воды в поверхностные водные объекты отводятся через выпуска сточных вод. Каждый выпуск находится на контроле природоохранных служб. Для каждого выпуска сточных вод в водные объекты устанавливаются нормативы качества сточных вод. То есть какого качества сточные воды могут сбрасываться в поверхностные водные объекты. Таких выпусков в поверхностные водные объекты в Брестской области насчитывается более 400. Все эти выпуски находятся на контроле в областном комитете, территориальных органах Минпироды. Производится постоянный отбор проб. И при установлении превышений применяются штрафные санкции. Также реализуются мероприятия, чтобы прекратить сброс вот этих загрязненных вод в водные объекты. После использования сточные воды отводятся в окружающую среду. В 2021 году сброшено около 230 миллионов кубических метров сточных вод. При этом около 90% попадает в водные объекты. Бытовые сточные воды от населения и производственные сточные воды промышленных предприятий Бреста подвергаются очистке и отводятся в западный бук. При механической очистке сточных вод удаляются нерастворимые примеси. В сооружениях биологической очистки происходят процессы минерализации органических загрязнений при помощи биохимических процессов за счет жизнедеятельности микроорганизмов. Осадок, который образуется в результате очистки сточных вод, перекачивается на Брестский мусороперерабатывающий завод для дальнейшей переработки. Ну а весь этот сложный процесс очистки происходит под строгим контролем. Так как на очистных сооружениях они автоматизированы частично, то сюда на экраны выводится информация о работе всех очистных. Здесь мы можем видеть полностью все то, что расположено на очистных сооружениях, все оборудование. Мы видим, индикация нам подсказывает режим работы. Допустим, если подсвечивается зеленым, мы понимаем, что оборудование в работе. Если подсвечивается красным, мы видим, что у нас либо авария, либо не работает оборудование. Мы можем видеть, как полностью все очистные, также и можем по отдельности рассмотреть каждый узел. Так как очистные сооружения автоматизированы частично, здесь в диспетчерской мы можем наблюдать на экранах работу всех очистных. Здесь отображается все оборудование, которое мы видим, режим его работы. Сегодня век новых технологий. Увеличивается количество предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, изменяется и качественный состав стоков. Возникла необходимость в реконструкции брестских городских очистных сооружений, которая была проведена в 2019 году. Поскольку была произведена замена оборудования, у нас появилось новое оборудование, которое работает уже намного лучше, чем прежнее, был построен аэротэнк дополнительный и два дополнительных отстойника. Это повлияло на очистку и плюс еще замена аэрации в аэротэнках. После реконструкции качество сточной воды улучшилось в два раза. В период реконструкции были накрыты первичные отстойники, были накрыты лотки и построены здания для очистки воздуха. Следует отметить, что наши очистные единственные в Республике Беларусь, которые применили технологию накрытия первичных отстойников. Таким образом, очистные сооружения играют значительную роль в улучшении качества сбрасываемых сточных вод в реки и озера. Для того, чтобы обеспечить нормативное качество отводимых сточных вод, ведется строительство и реконструкция очистных сооружений Брещины. В последние годы появились очистные сооружения в Жабинке, ведется строительство в Дрогичине, проведена реконструкция очистных сооружений в городах Брест и Лунинец, ведется в Березе. Вместе с тем, на некоторых очистных сооружениях требуется проведение реконструкции. Для смягчения последствий изменения климата и регулирования водного баланса проводятся работы по восстановлению лесов и болот. И если повторное заболачивание – это дело специалистов, то к посадке леса могут приобщиться все желающие. Каждый год в нашей республике проходит акция «Неделя леса», в которой участвуют тысячи человек. Для решения возникающих проблем в республике внедрен комплексный принцип управления бассейнами рек. На территории области находятся три речных бассейна – Западный Буг, Припять, Неман. Созданы и функционируют Западнобукские и Припятские бассейновые советы. Разработан план управления бассейном реки Западный Буг, которым рекомендованы мероприятия для улучшения состояния водных объектов. Сегодня на балансе предприятия «Днепробукский водный путь» находятся более 870 километров внутренних водных путей. В том числе Днепробукский канал протяженностью более 240 километров. Это искусственное сооружение, созданное более 200 лет назад. Сегодня Днепробукский канал – пример того, как человек без особых нарушений экосистемы смог создать условия для удовлетворения потребностей людей. Но время диктует свои условия. Природа меняет себя и меняет нас. Подтверждением тому являются явные примеры прошлых лет. Это и высыхание сосновых лесов, это и снижение уровня грунтовых вод в пойме реки Припяти. За долгие годы уровеньный режим грунтовых вод снизился до метра. Специалисты предприятия видят проблему, поэтому идет реализация программы, которая направлена на развитие и эффективность использования Днепробукского канала как транспортной артерии. Реализуются мероприятия по устройству сооружения для регулирования уровня воды. На территории более пяти районов находятся более десяти подпорных сооружений. Они позволяют поддерживать уровеньный режим и создавать условия для экосистемы. Воды Днепробукского канала используют для получения электроэнергии. В качестве примера это создание и строительство пяти мини-гидроэлектростанций, которые сегодня эффективно работают. Мы воспользовались створами на канале, построили там мини-гидроэлектростанции, которые дают сегодня выработку въедимую систему республики. И та вода, которая ранее проходила через эти створы беспрепятственно, сегодня она, проходя эти же створы, вырабатывает энергию, которая идет в единую систему республики. Сегодня сотрудники Днепробукского водного пути уже строят планы на будущее. Мы уже сегодня занимаемся расчетами и формированием концепции по созданию условий для следующих створов и следующих подпорных сооружений, которые вы могли бы аккумулировать объемы воды. Это говорит о том, что правительство понимает эту сложную задачу и понимает, что без пресной воды невозможно развитие этих регионов. Состояние наших водных ресурсов на территории Брестской области находится под постоянным наблюдением. Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраной окружающей среды в пределах своей компетенции осуществляется контроль за качеством поверхностных и подземных вод. Обеспечивается также контроль за повторным использованием, их очисткой и повторным вовлечением в хозяйственные деятельности предприятий. Качество воды контролируется на разных уровнях. Контролируется качество поверхностных вод, не каких-то зон источников воздействия. Это мониторинг поверхностных вод. Таких пунктов в нашей области более 40. Следует отметить, что по данным этого мониторинга более 70% поверхностных водных объектов, которые подвержены наблюдением, присвоен этим водным объектам отличный и хороший экологический статус, к чему мы должны стремиться. Контролируется качество подземных вод вне зон воздействия источников загрязнения. Существуют мониторинговые посты, где контролируется уровень подземных вод и их качество. Следует отметить, что в основном по данным наблюдения качество подземных вод соответствует нормативам, за исключением некоторых отдельных показателей. Следующий этап контроля качества вод – это локальный мониторинг. То есть это уже контролируется качество сбрасываемых источных вод, качество поверхностных вод, качество подземных вод уже в районе воздействия источников загрязнения. И также каждым природопользователям ведется производственное наблюдение за качеством сбрасываемых вод и количеством источных вод сбрасываемых вод на объекты. Вода отдает жизнь и природе, и человеку. От чистоты наших рек, озер, подземных вод зависит будущее человечества. И сегодня люди постепенно приходят к осознанию взаимосвязи природы и нашего отношения к окружающему миру. Субтитры создавал DimaTorzok